Здравствуйте, друзья, меня зовут Сергей Макаркин, я из Альфа-банка. В общем, первый раз два слайда подряд с моей фотографией. Я руководитель офиса «Жар-трансформации» в Альфе. До этого, 19 лет, я управлял IT-проектами, программами и подразделениями. Философ-практик, диджей и синий поезд в бразильском джиу-джитсу. Вот, в общем-то, разные есть у меня там сертификаты, в том числе поезды в изгнании. Прежде чем я начну, я хочу такую небольшую отмазку сказать. Что материал, который лег в основу этого сегодняшнего моего выступления, это был такой многочасовой воркшоп. И поскольку я жадный, а информации там много, получилось, что... В общем, если у вас в какой-то момент возникнет ощущение, что вы хотели попить, а я вас с пожарной шлангой начал поить, то, значит, мне удалось сделать, что я хотел. Итак, главный вопрос сегодняшнего вечера, я думаю, который волнует всех вас и каждого, собственно, в чем проблема, в чем причина конфликтов между IT и бизнесом. Я тоже над этим долго думал, и кажется, ответ правильный вот такой. Бизнес, IT друг друга не понимают. И в принципе, тут можно было бы разойтись, потому что не понимают и не будут понимать, чего уж там. Однако мы не ищем таких легких путей, а ищем решения этих легких путей. И сейчас давайте попробуем себе представить ситуацию, в которой вот эта проблема трудностей понимания будут доведены до абсолюта. Представьте себе, что вы оказались на борту звездного корабля Enterprise, бороздящего простора Большого театра, который ищет внеземные цивилизации, все новое, хорошее, интересное. И вот у вас, значит, есть там капитанский мостик, вы на этом капитанском мостике находитесь, и перед вами выступает CIO корабля Enterprise, также известный как первый помощник SPOC. Значит, он делает доклад, в ходе которого надо решить, будем ли мы какой-то из компонентов нашего корабля, значит, создавать сами или покупаем готовое. Ну и тогда, значит, капитан Кир говорит, дайте посмотрим ваши материалы, и SPOC выводит на мониторы свою презентацию. Презентация сделана в лучших традициях, так сказать, клингонских презентологов, сделана, конечно, на клингонском. Тут, в общем-то, видно диаграмму системы, которую мы будем делать, вот те самые два компонента, о которых надо принять решение, и какие-то там комментарии написаны. И, конечно, все члены экипажа такие смотрят, ну, вроде все понятно, что ничего не понятно, что же с этим делать. И, значит, на это SPOC заявляет, что ведь совершенно очевидно, что компонент А надо создавать, компонент Бен откупить самим. Значит, вы смотрите еще раз на презентацию и думаете, блин, как же, что с этим делать-то. Вообще ситуация вот эта, если вы спросите у бизнеса, как они видят какие-то истории, которые IT приносит, особенно про архитектуру или какие-то технологии, не будет далека от истины. Но, к счастью, мы с вами находимся на звездном корабле Enterprise в 2020, там, в каком-то, не помню, году, в 2263 году была изобретена такая замечательная штука, которая называется универсальный переводчик. И тут-то как раз, значит, капитан Кир говорит, ну, давайте возьмем универсальный переводчик, и сейчас мы все поймем, что написано, значит, на этой прекрасной презентации. И, в общем-то, решение для конфликта в бизнес-IT, оно довольно очевидное. Нам нужно подождать 200 лет, и через 200 лет у нас все проблемы эти решатся, потому что мы сможем друг друга понимать. На счастье наше 200 лет ждать необязательно, потому что есть такой замечательный человек, Саймон Уордли, который как-то был у меня в гостях на подкасте, и вот он придумал аналог такого универсального переводчика для бизнеса. Он придумал карты Уордли, ну, там у него много есть всяких штук, которые так или иначе называются именем Уордли, там карты Уордли, стратегический цикл Уордли, доктрина Уордли. Ну, в общем-то, ему это простительная нескромность, потому что все свои материалы он сделал доступными по лицензии Creative Commons, и, в общем-то, можно очень легко о них узнать в интернете. Особо знаменит этот парень тем, что когда он в 2008 году, не помню, в районе 2010-х был, значит, директором Global Business по облачным вычлением компании Canonical, которая известна тем, что создавала операционную систему Ubuntu, то вот в том числе опираясь на эти инструменты, он смог эту компанию вывести из такого очень маленького игрока на рынке операционных систем по сравнению с Microsoft или Red Hat, в игрока, который занимает 80% на рынке облачных вычислений. То есть, там, захватил такой хороший большой кусок, понимая, куда будет двигаться эта вся история. Так вот, я вам сегодня хочу рассказать, как устроены эти карты, и показать пример того, как мы эти карты у себя используем для работы на стратегии. И первое, что нужно понять, это в чем, собственно, разница между картой и схемой. Вот на этой картинке нарисован две схемы. Эти схемы визуально выглядят по-разному, но они абсолютно одинаковые. И та, и другая схема обозначают одно и то же. А вот это карты. И эти две карты разные. И там, скорее, одна из них более правильная, другая менее правильная. Не знаю, какая, не настолько разбираюсь географии. И принципиальное отличие карты от схемы в том, что на карте само пространство имеет значение. То есть от того, как вы перемещаете элементы на карте, смысл карты меняется. И это как раз позволяет карте иметь такую большую глубину объяснительную, что там много слоев информации можно подчеркнуть из одного достаточно небольшого макета. Ну, в общем-то, давайте попробуем нарисовать простую карту. И надо сначала ответить на вопрос, с чего начинается карта. Любая карта в Орле начинается с ответа на два вопроса, на самом деле. Первый – это кто наши пользователи, а вторая – какие у них потребности. Вот мы сейчас с вами посмотрим историю, когда он с пользователем будет один, но можно нарисовать карты от простых до очень сложных. Почему это важно? Почему важно начинать с пользователя? Потому что, забывая о пользователе, часто организация начинает решать какие-то свои внутренние проблемы и делать то, что им кажется правильным. И в итоге может получиться решение, которое со стороны выглядит очень классным, но с точки зрения пользователя выглядит как четыре вращающиеся попки. В общем, совершенно не тот у него флер получается, который хотелось бы создателям. Вот мы с вами, значит, построим картинку. У нас есть пользователь, менеджер. Сейчас я беру такую воображаемую карту. И у него есть такая потребность попасть из дома на работу. И дальше мы начинаем из этой потребности рисовать поток создания ценности. Сам все термин поток создания ценности, я думаю, ни для кого здесь не новый. То есть мы начинаем собирать те компоненты, которые нужны для того, чтобы система могла удовлетворить потребность менеджера попасть из дома на работу. Значит, вот у нас есть компонент поездка на такси. И давайте предположим, что мы компания, которая делает мобильное приложение для вызова такси. Знаете, а-ля там такой Яндекс Гоу или там что еще там есть у них, не знаю. Очевидно, что нам для того, чтобы можно было куда-то поехать на такси, нужен автомобиль. И нужно, собственно, то клиентское приложение, из которого будем вызывать, значит, это такси. И вот эти связи в данном случае читаются как поездка на такси. Вот это конкретно связь. Поездка на такси зависит от автомобиля. То есть то, что находится выше на карте, зависит от того, что находится ниже. И дальше мы возьмем такой простой поток в создании ценности. Понятно, что это чрезмерное упрощение. У нас сейчас нет времени строить какую-то сложную конструкцию. Потому что у нас есть сервис поездки на такси, есть два компонента автомобиля, клиентское приложение. И оба эти компонента зависят от алгоритма прокладки маршрута. И вот у нас здесь появляется уже какая-то вертикальная ось. По вертикальной оси у нас будет видимость для пользователя. Те из вас, кто пользовался хоть раз вызовом такси через приложение, я думаю, что это примерно все, наверняка знают, что есть клиентское приложение, потому что вы через него вызывали такси. Точно знают, что есть автомобиль, потому что вы в него садитесь в какой-то момент. Но не каждый пользователь догадывается о том, что там где-то внутри есть какой-то алгоритм, который прокладывает этот маршрут. Как будто он появляется, этот маршрут чудесным образом. С вертикальной осью понятно. Теперь давайте посмотрим, что у нас будет на горизонтальной оси. И вот горизонтальная ось отображает эволюцию. И эта ось основана на идее, которую Саймон обнаружил, что конкуренция спроса и предложений порождает эволюцию. Если у вас есть какая-то идея, вы эту идею каким-то образом воплотили в виде товара или услуги, то и на эту товар или услугу есть спрос, то на рынке появляются другие игроки, которые копируют вашу идею, начинают ее улучшать. И таким образом постепенно все начинает эволюционировать. Простой пример. Лет, сколько я не знаю, давно уже, много лет назад, когда-то все телефоны были привязаны проводом к тому месту, где стоит телефон. Немногие помнят, наверное. Тем не менее, кому-то пришла в голову классная идея, что а вот если бы можно было телефоном пользоваться непривязанным к одному месту, и появился вот этот самый первый сотовый телефон, на него был спрос, соответственно, появилось на рынке много игроков, они привносили какие-то небольшие, а кто-то большие технологические изменения, и вот мы сейчас имеем то, что имеем, по сути, там такой достаточно мощный компьютер в кармане, который позволяет получить доступ к примерно всей информации, которая когда-либо была создана человечеством. И вот из этой эволюции и видимости для пользователей у нас появляется вот такая вот карта, и для простоты Саймон выделил вот эти четыре этапа эволюции. Первый этап – это зарождение, здесь у вас появляется только идея или какой-то концепт. Здесь вот я пример сделал канбан доски, мне кажется, слово канбан наверняка знакомо многим из здесь присутствующих. То есть у нас есть какая-то идея, классно было бы, если бы мы могли нашу работу визуализировать. Дальше есть этап кастомизации или там разработки на заказ, когда мы пробуем создать какой-то первый прототип нашего решения, у нас появляется вот там доска с какими-то бумажками, на которые у нас двигаются. Следующий этап – это коробочный продукт, когда у нас есть продукт, который мы покупаем готовый, разворачиваем у себя в системе и потом настраиваем под себя. В данном случае это Jiro on-premise. И, наконец, этап товара массового потребления или услуги, когда мы получаем ее, условно подключились к интернету и получили стандартный, настроенный под наши нужды продукт, который очень легко доступен. На этом же этапе будут такие вещи, привычные нам уже, как, например, электричество. Ни у кого нет сомнений, что вы приходите в любое место, если только не в лесу, и там наверняка будет розетка, и в ней будет электричество, и оно будет подходить к тем приборам, с которым вы придете. Вот примерно такие ожидания возникают, когда что-то эволюционирует до самого дальнего этапа. Ну и в общем мы дальше берем вот этот наш поток создания ценностей, который мы нарисовали, и раскладываем его на карте. И вот из этой карты можно увидеть, что вот менеджер у нас хочет попасть из дома на работу, у него есть поездка на такси, который в принципе такой достаточно развитой продукт, который зависит от автомобиля. Автомобиль это по сути в наше время товар массового потребления, вы там особо не упарываетесь в том, чтобы под себя настраивать, берете готовый и на нем ездите, и они в принципе все, ну, до некоторой степени взаимозаменяемые. Есть клиентское приложение, которое у нас будет на стадии зрелости кастомизация, то что мы будем делать уникальное решение, которое будет вот только наше, будет очень классное, и будет удовлетворять все потребности наших пользователей. И есть вот алгоритм прокладки маршрута, который, собственно, тоже наш ноу-хау, и мы его никому не расскажем, потому что он самый лучший. Здесь наверняка у кого-то из вас возникнут возражения по поводу этой карты. Например, один из там очевидных возражений почему клиентское приложение, почему алгоритм прокладки маршрута у меня расположен на стадии кастомизации, ведь есть, например, тот же Яндекс, у которого через запи доступен вот этот алгоритм работы с картами и с прокладкой маршрута, и он тогда будет либо на этапе позднего продукта, а может быть даже где-то прям совсем на этапе товара массового потребления. И это как раз пример того, что является одной из самых ценных фич вот этих карт, что они делают все предположения явными, в том числе предположения о зрелости того или иного компонента и позволяют вокруг этих предположений построить какой-то диалог, какой у нас там мог бы произойти с вами сейчас. Но, в общем-то, я не претендую на то, что это абсолютно верная модель, тем более, что все мы знаем, что все модели не верны, но некоторые полезны. А не верны все модели, потому что всякая модель упускает какую-то часть реальности. Давайте сейчас попробуем вернуться вот в ситуацию на звездном корабле Enterprise. Мы опять вот находимся в эпицентре этой презентации и нужно принять решение о покупке или самостоятельном изготовлении компонента для системы корабля. И вот мы, значит, смотрим с вами на эту чудесную презентацию, написанную на прекрасном клингонском с отличной каллиграфией, но ничего не понятно. И тогда капитан Кирк достает свой знаменитый универсальный переводчик и говорит, давайте-ка мы сделаем из этой штуки карту. И получается у нас вот такая карта, которую нам приносит первый помощник Спок, подумав как-то со своими экспертами, пообщавшись и разместив эти компоненты на тех позициях, где они должны быть. Это вот ровно та же самая система, которая была у вас на предыдущей схеме, только расположенная в соответствии с уровнями зрелости и видимостью этих компонентов для пользователя. И в этом случае, когда Спок говорит, надо решить, будем ли мы это разрабатывать, сами ли купим готовое, ответ будет, это очень просто. Как, спросите меня вы, я вам сейчас отвечу, даже несмотря на то, что вы не спросите. Значит, есть у нас вот это с вами уровни зрелости. Если мы посмотрим, то вот на этих первых двух уровнях зрелости, зарождение и кастомизация, там, по сути, компонент, это всего лишь наша идея, или что мы только что реализовали. Таких штук на рынке нету, или есть где-то там в очень ограниченном количестве. Поэтому здесь очевидно, что мы купить это, даже если захотели бы, мы не сможем, нам надо будет разрабатывать сами. В лучшем случае мы можем там купить кого-то, кто нам это разработает, но, по сути, это не будет отличаться от самостоятельной разработки. На этапе коробочного продукта у нас есть какое-то количество решений, которые в большей или меньшей степени нам подходят. Там, в примере, если говорить о какой-нибудь канбан доске, есть, что же там, канбан флоу, джира, там, трела какой-нибудь, масса решений. И нам, по сути, разумнее выбрать из тех решений, которые ближе всего к нашим требованиям, а потом его донастроить с учетом того, что необходимо нам. И поэтому на этом этапе мы будем покупать и потом настраивать под себя. Ну и на этапе товара массового потребления, там, не знаю, если нам нужен стандартный какой-то гвоздь или стандартный болт и гайка, вряд ли мы будем вытачивать их самостоятельно, потому что их можно купить там в любом магазине. Они все стандартизированы, примерно одинаково, поэтому мы там либо покупаем стандартное, либо заказываем как услугу, например, там в формате что-нибудь как сервис там через интернет. И если мы сейчас с вами снова посмотрим на эту карту, то, в общем-то, ответ на вопрос, надо ли нам покупать компоненты вот эти или разрабатывать самим, он становится достаточно простым. То есть мы применяем вот это вот распределение и делаем вывод, что компонент А надо разрабатывать самим, потому что он еще там на стадии кастомного продукта, а компонент Б разрабатывать самим очень нелогично, ведь он на стадии позднего такого коробочного продукта, и нам скорее взять готовый и адаптировать его под себя. И, в принципе, здесь можно бы закончить мое выступление. Наверняка оно у вас оставило бы впечатление, что очень интересно, но ничего не понятно. Но я хочу сделать это еще более непонятным и еще более интересным в надежде, что вы все-таки потом поисследуйте эту тему самостоятельно и откройте для себя всю мощь этих самых карт и вообще всей этой истории, которая есть там у Саймона. Поэтому давайте переместимся ненадолго в нашу грешную землю. Вот я вам расскажу, как мы в начале этого года использовали этот инструмент, чтобы построить стратегию трансформации, офисы джалт-трансформации Альфа-банка. По понятным причинам я многого там вам не могу показать, потому что это как бы все защищено НДА, но картинка будет прикольной, я вас уверяю. Значит, мы начали с того, что выделили трех наших основных пользователей. Это, собственно, бизнес, IT и департамент стратегии, к которому мы относимся. Это такой корпоративный центр, у которого есть запрос на какие-то общие для всего банка вещи. И мы выявили такие ключевые потребности у этих пользователей. У нас их получилось четыре. Значит, какая-то из них, такая еще не очень зрелая потребность, и она скорее еще прощупывает, можем ли мы это сделать, и даст нам это пользу. Какая-то из этих потребностей уже является таким необходимым условием для того, чтобы можно было продолжать действовать, чтобы организация продолжала свою работу. Дальше я посидел там с несколькими своих ребят, то хорошо понимает, как происходит в банке. У нас получилась вот такая карта. В общем-то, здесь вот все компоненты, которые позволяют... Нет, не все компании, здесь ключевые компоненты, которые позволяют нашим пользователям получить то, что им необходимо. Значит, следующим шагом надо было понять, а на какие из этих компонентов мы имеем наибольшее влияние. Таких компонентов оказалось четыре, и они вот здесь выделены таким темно-синим цветом. Значит, и мы посмотрели, на какие из этих компонентов уже сейчас оказывается воздействие. Потому что, ну, как я уже говорил, если у вас есть конкуренция, спрос и предложения, то эволюция неизбежна. У вас неизбежно все эти компоненты будут двигаться слева направо. Вопрос только в том, когда это произойдет. И вот оказалось, что в банке есть такие три большие инициативы, в двух из которых мы тоже активно участвуем. Которые эту эволюцию ускоряют сейчас. Вот понятно, что в этой эволюции, как и в любом другом изменении, есть некоторая инерция. Эта инерция здесь обозначена вот этими серыми прямоугольничками. В общем-то, тут вот мы описали эти инициативы. И дальше мы начали думать, собственно, а что мы будем делать, помимо этого, если будем что-то делать. Подумав, мы поняли, что у нас есть достаточно большой запрос от коллег из IT, чтобы помочь им улучшить взаимоотношения с бизнесом. И это как раз вот этот вот кусочек, который на самом деле представляет собой тоже вложенную карту. И эту карту я вам сегодня не покажу, но она тоже очень красивая. Значит, мы решили, что вот здесь мы будем прилагать наши усилия. И когда подумали, какую стратегию мы выберем для этого, мы выберем здесь стратегию сотрудничества, то есть основанную на стандартах. у нас есть такой опыт, когда мы там делаем некие стандартные, давайте назовем все-таки рекомендациями, которые там минимальную границу качества для каких-то процессов определяют, и говорим там, ребята, вот мы вам хотим, чтобы вы все, например, договорились о каких-то совместных целях на следующий квартал между вами, бизнесом и IT. И мы, если вы не знаете, как это сделать, вот у нас есть рекомендованный процесс, по которому вы можете пройти. Если вы можете пройти по этому процессу лучше, чем мы его описали, ради бога. Там будут какие-то у нас есть ожидания к тому, что у вас на выходе получится. Но мы на этом не остановились, потому что хотелось бы не только реагировать на те запросы, которые уже есть, но действовать, как бы предвосхищая ожиданиям наших пользователей. И тогда был вопрос, где мы можем создать какую-то новую ценность для них. И карта как раз раскрывает такую штуку, потому что на ней очень хорошо видно, где следует искать источники новых ценностей. Карта не даст вам ответ на вопрос, что это за источники, и на каких ваших существующих компонентов они будут развиваться. Но тем не менее, где, она нам точно скажет. Вот здесь. Вот все, что находится в левом верхнем углу, это как раз та область инноваций, когда вы можете посмотреть, и оперевшись на какие-то из компонентов вот этой справой нижней части, которые у вас уже зрелые, понять, как вы на их основе можете сделать что-то новое. Мы прошли, провели серию глубинных интервью с нашими заказчиками, поняли, что у них ключевые потребности нам известны, но у них есть фантазия о том, что появится новый инструмент, который позволит их вот эти потребности лучше удовлетворить. И когда мы посмотрели, можем ли мы этот инструмент создать на основе того, что у нас уже есть, оказалось, что можем, и, значит, у нас тут появилась такая вторая точка приложения усилий для нашей стратегии, где мы сказали, вот мы здесь попробуем ослать эту штуку, проведем серию экспериментов и будем первопроходцем в этой области, потому что у нас есть на что опереться в этом случае. И в том числе мы увидели, что одна из вещей, на которую мы опираемся, находится тоже на очень раннем этапе зрелости, и поэтому странно будет ожидать, что, условно, если вернуться, к примеру, с такси и автомобилем, очень странно ожидать, что у нас будет зрелый сервис такси где-нибудь там в начале или в середине 19 века, когда не такси, да и, собственно, с мобильным приложением тоже было не очень тогда, я слышал, не знаю, не видел, но говорят, что смартфоны тогда не очень хорошо работали. И поэтому мы решили, что у нас будет третья точка приложения усилий, это как раз вот этот неизлежащий компонент доразвить, чтобы мы могли с его помощью дать нашим пользователям то, что им необходимо. Ну, в общем, я думаю, что из представленной карты вам всем очевидно, что здесь очень много линий и кружочков квадратов, и, в общем, это все очень интересно и сложно выглядит, поэтому, глядя на нее, конечно, наши коллеги из «Звездного корабля» «Интерпрайз» скажут, что это хорошая стратегия, и хорошая она благодаря картам «Ворли» как раз. Значит, у меня не было ожидания, что я вам сейчас за 20 минут расскажу, как эти карты сделать. Самый лучший способ это начать, короче, делать эти карты. И как Саймон говорил, когда был у меня в гостях на подкасте, в среднем у человека уходит около 5 лет на то, чтобы научиться рисовать карты. Вот из этих 5 лет он от 4 года и 364 дня собирается научиться рисовать карты, потом садится, в последний день рисует, и у него оба получаются карты. В общем, пробуйте, пробуйте. Вот здесь есть три источника, которые, на мой взгляд, очень ценные в том, чтобы больше об этом узнать. Значит, есть вот эта первая ссылка, это ссылка на книгу Саймона о стратегии, где он в том числе рассказывает про карты и про много других очень полезных инструментов, как там паттерны доктрины, геймплей, стратегический цикл, в общем, там много всего. Вторая ссылка это моего товарища Бена Морриса курс, который учит делать эти карты с нуля. И третья ссылка это компания, которая, несмотря на то, что ресурс англоязычный, значит, сам автор этого ресурса преподает у нас периодически в высшей школе экономики, то есть такой местный англичанин московского Пашиба, очень приятный человек, там много у него есть таких коротких видосов, которые тоже позволяют там прощупать что-то интересное. В общем, у меня это все, спасибо вам за внимание, тут такая скромная реклама моего ресурса, где тоже есть про карты, и не только про карты, вот, приходите еще, и у нас, кажется, есть минутки три с половиной на вопроса, да, даже я. Друзья, поднимите руки, кто умеет делать спок? Спок, 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 Сергей Макаркин, лучший переводчик с Клингонского. Спасибо. Друзья, вопросы? У кого рука? Сергей, спасибо за то, что напоил водичкой с Барансбойта. Прямо офигенно. Вопрос такой. Вот я так понял, что вы использовали карты внутри офиса трансформации для того, чтобы сформулировать стратегию. Как вы добивались того, чтобы выровнять видение по расположению этих точек и связей? Как насколько тяжело технически было свести, собственно, на вот эту всю механику, потому что действительно выглядит очень запутанно. Насколько было сложно сойтись в точке конвергенции для того, чтобы карта фактически сработала, выровняться в модели. Отличный вопрос. Сложно было, но сложность основная была психологическая, а не техническая. Потому что технически собрались небольшой группой людей, которые плотно взаимодействуют с клиентом, в нашем случае с нашими внутренними заказчиками, кто-то хорошо понимает те процессы, которые есть у нас внутри, кто-то просто пришел всех собрать, я, например, и дальше мы, это не единственный случай, когда мы используем карты, то есть когда-то я прихожу с готовой картой и говорю, смотрите, кажется так, я вижу, и мы там дальше поэлементно идем. Когда-то мы строим вместе, и дальше идет диалог, и как раз прелесть карт в том, что условно вместо того, чтобы обсуждать, прав я или неправ относительно какой-то моей идеи, озрелость того или иного элемента, мы фокусируемся на карте, и тогда это уже там меньше какое-то личное взаимодействие и больше о том, а как нам картинку лучше нарисовать. Вторая штука, что бывают кейсы, когда мы не можем прийти к согласию о том, на какой точке должен находиться какой-то элемент, и это значит, что в этой точке у нас слишком крупными кусок опрессовали, тогда мы этот элемент либо рисуем в виде вот такого пайплайна, когда он условно можно представить себе как регулятор громкости, знаете, вот есть у ребят слайдеры такие, либо мы разбиваем его на несколько частей и тогда до того момента, пока мы не можем договориться. Сергей, спасибо большое за доклад. Вот сижу, кручу, кручу, кручу и пытаюсь наложить эти карты на наше классическое непонимание между IT и бизнесом. Ты не понимаешь, что у меня сроки, ты не понимаешь, что у меня капабилити не позволяет попасть в эти сроки. Есть ли вот прикладное решение, прикладного частей самого частого конфликта, наверное, между IT и бизнесом? Я сейчас не переведу конкретный пример такого кейса, но в общем случае вот эта карта позволяет понять бизнесу, почему у вас капабилити, что у вас там не хватает конкретно. Когда вы покажете, например, смотри, вот этот компонент мы можем взять готовый и здесь все делается очень быстро, и когда ты свои ожидания строишь и заходя из того, как мы в этом компоненте разрабатываем, это понятно, потому что он зрелый, мы там пришли, галочку поставили на настройках, у вас все получилось. А вот этот компонент мы пилим с нуля и здесь так быстро не будет. То есть вы уже даете возможность бизнесу в том числе вот эту штуку увидеть и это где-то вам поможет выровняться в ожиданиях там по капибилити по срокам. Друзья, и у нас стоп. Аплодисменты Сергею. Говорим на Клингонском. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...